Ну раз едешь по своей дороге, ну раз так задумываешься, когда на тепловозе сидишь. Построим мы эту дорогу, потом будут по ней люди ездить, потом на станции будет сходить где-то. Наверное, они нас будут вспоминать, укладчиков этой дороги. Какие трудные участки, вот эти все морозы северные. Через холод, через всю пургу ребята шли, прокладывали эту линию. Наверное, вспомнят обязательно, скажут спасибо, что здесь такие хлопцы были. Кинооператор-документалист почти всегда остается за кадром. Но наш герой – исключение из этого правила. Он прожил целых четыре жизни, и каждая из них документирована. Ведь кадры, снятые оператором, это и есть его биография. Мы давно и хорошо знакомы. И начиная разговор, я спросил, что для вас было самым трудным в вашей профессии, Сергей Евгеньевич? Самое трудное – это говорить о человеке простую правду. Снимать человека. Пересматривая собственные кадры, легко вернуться в прошлое. Ведь кино – это своего рода машина времени. Мне хотелось бы вернуться в свою молодость. Молодость совпала с войной. Его судьба сохранила. И каждую минуту жизни он ощущает до сих пор как дар, как событие. Нужно лишь небольшое усилие, и память даст толчок воображению. Опять увидеть тех людей, увидеть те пейзажи, увидеть то время. Вот часы настенные, сколько они часов отщелкали. А когда-то мама меня подвела, сказала, вот, Сережка, это часовая стрелка, а это минутная. Вот так вот время. Детство этого поколения должно было пройти в счастливом невидении относительно трагедий, которые принес с собой в Россию 20-й век. Сергей Евгеньевич родился в дворянской семье и все понимал. Мать была дочерью казачьего офицера, отец – профессор Нектеренбургского университета. Война вмешалась в биографию. Она сформировала стержень личности Сергея Медынского. Но у него был свой путь на фронт. Война шла за Родину, за нашу Россию. А я остался в стороне. Меня не взяли в армию, а очки, зрение. А девчонки ходят в погонах. И мне было стыдно выходить на улицу. Я пришел и говорю, мам, я пошел в армию. Она спросила, когда? Я говорю, послезавтра. Она грустным голосом говорит, послезавтра. Ну, она мне сказала удивительную вещь. Она сказала, я почувствовала вообще же страх, но почувствовала ее облегчение. Потому что я думала, окончится война, Сережка на нее не попадет. Как он будет себя чувствовать? Вот это я не ожидал от нее. Так началась первая жизнь Сергея Медынского. Его впечатления об этом времени лучше всего передают любимые стихотворения фронтовых поэтов, многие из которых Сергей Евгеньевич помнит наизусть. Как эти вот строки Юлии Друниной. Война я только раз видала рукопашные, раз наяву и тысячу во сне. Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне. У фронтовиков мысли схожие. Они хотели дожить до победы. И дожили. Вспоминает товарищ Сергей Медынского режиссер Борис Сархатунов. Слишком было сложно. Слишком нелегко. И вот хотелось узнать, а вот когда будет победа, в чем я должен сказать. Вот я и потом мы с Сергеем говорили. В этом не сомневался. Ни минуты. Никогда. И мы с ним честно говорили. Оба фронтовика почти одногодки. Очень хотелось вот быть свидетелями того, что случится потом. А потом были воспоминания. Они его так и не отпустили. Я видал одного солдата. Он был убитый. Леса не видел. Лежал, когда я полз с него. За ним тянулась обмотка. И он еще не понял, что его убили. Он полз вперед. Он не вернулся назад, чтобы санинструкторы его подобрали. Спасли. Вернули к жизни. Он полз вперед. И затих. Вот. Кто он? Настоящий герой. Настоящий солдат. Настоящий защитник. К родину. После победы был операторский факультет в ГИКа. Но еще раньше в жизнь Медынского вошел Роман Лазаревич Кармен. Главный учитель. Передавший ему смысл и первые уроки профессии. Которыми делится с нами сын Романа Кармена. Роман Романович. Как любовно говорят друзья, Римма-младший. Что снимает оператор, то помнит историю. Снимает. Потому что ведь столько людей, которые своей жизнью утвердили то, что мы сейчас можем увидеть. Соколов. Да. Посельский. Роман Кармен. Снимал Тёмин. Это вот Роман Лазаревич. Пятый в кадре. Я до сих пор помню титр оператора на орденоносец Роман Кармен. Это 36-й год. Это испанские события. Так и завязался в жизни Меденского судьбоносный узел. А Кармена, встреченного впервые на фронтовых дорогах, он вновь увидит уже после войны, во ВГИКе. Станет его ассистентом. Вместе с мастером объездит полмира. Но главное, как оператор, снимет шедевр – дилогию «Повесть о нефтяниках Каспия и покорителе моря». «По лицам людей можно прочитать историю народа», – сказал Роман Кармен. Судно «Академик Губкин» совершает обычный рейс на нефтяные камни. Капитан Садыков ведет кораблик к причалам далекого промысла. Нефтяники «Каспия» в те годы, когда они снимались, это было событие, о котором говорили и кричали, пели, потому что это было совершенно новое дело. И снято это было не только сознанием того, что происходит на Каспии, а того, что делают люди там. И я в этом фильме увидел не только нефть, а таких людей, которые до сих пор, лица которых до сих пор я помню. А люди наши переживали приключения почище голливудских. Но как их снять, не поступая с правдой жизни? В жизни все происходит непредсказуемо. И вот увидеть эту жизнь и снять, это было практически нереально, потому что технология не позволяла. Надо сказать, талант операторов и режиссеров в то время заключался в том, что воспроизвести эту жизнь, очень доподлинно и точно воспроизвести, это воспроизводится совершенно гениально, потому что в кадре есть не просто даже фиксация событий, а есть элемент символа. Каждый кадр – это образ. Советские люди не оставляют друг друга в беде. Сейчас, объясняя силу произведенного впечатления, говорят о тотальной постановке тогдашнего документального кино. Но чтобы снять эти потрясающие лица, чтобы выбрать их и запечатлеть для истории, Сергей Евгеньевич Медынский должен был совершить чудеса изобретательности. Ну вот для меня это очень важно, фотографичность, которая сейчас утрачена. Считается, что случайная камера, она имеет место быть, ну, главное событие. Нет, нет, событие надо очень точно увидеть и прочувствовать. Когда держишь в руках камеру, забываешь о себе, забываешь наоборот. Открытие первого фильма Медынский закрепил в следующем. Неожиданные бури приносят много бед. Поврежден нефтепровод. Демонтировать нужно немедленно. Камера, как оказалось, не бездушный предмет, а живой предмет. И как человек к ней относится, как он в момент съемки напрягается, вкладывает энергию, это потом мы чувствуем с экрана. Это, в общем, зритель чувствует. А вот человек, он все-таки здесь тоже превалировал. Совсем другой, не военное время, совсем другой человек, который рисковал так же жизнью и который радовался, как ребенок, когда вдруг труд их, вдруг, так сказать, выражен этим прелестным фонтаном нефти. И когда они мажут друг друга, так это были люди, как дети. Это комбинированные съемки. Я их выполнял, потому что Кармен спросил меня, Сережа, а вы сможете снять комбинированные кадры? Я говорю, конечно, Роман Владимирович, у меня же диплом с отличием. Тогда еще не было определения «Фильм-катастрофа», а кино уже было. Это как память, как памятник Коверочкину, его бригаде. Они погибли в штормовую ночь. Мы очень волновались, когда снимали. Вот сейчас очень редко можно видеть вот именно человека. Таких людей, какие были в нефтяниках Каспия. Лозунг «Снимать человека» стал сутью времени. Медынский был одним из первых, кто этого добился. Благодаря оператору, сами герои получили правительственные награды. Так началась вторая жизнь Сергея Медынского. Как говорил папа, самое странное, что я за свою профессию, за то, что я делаю, я еще и тогда получаю зарплату. Потому что мы все равно этим делом занимаемся и просто так. Это не туризм. А когда ты едешь работать, ты погружаешься в другую среду, ты знакомишься с другими людьми, ты пытаешься их понять, ты пытаешься донести их проблемы. И это безумно интересно. Хочу сказать, что это было важно. Что это? Ой, даже не знаю. Это трудно себе представить. Чукотский сувенир. Это позвонок кита, которого когда-то добыли при мне. Папа был на Чукотке, папа был на Камчатке, папа был во Вьетнаме, папа был на Кубе. Открываешь утром глаза, понимаешь, что папа приехал. Открываешь один глаз, смотришь, а что тебе привезли. Снимая кокосовые рощи, он не раз удалял жажду этим приятным на вкус соком. Я ни разу не снимал на сессии Верховного Совета. Ни разу не был на Красной площади. Для меня простой летчик, простой рыбак, простой чукча охотник, зверобой. Шахтер, самые дорогие люди. На БАМ, Чукотку, на Лидии. Европу, в Америку даром не нужно. Утюжетствовать, ехать, снимать, смотреть и рассказывать людям. Через несколько лет, после ряда блестящих работ в документальном кино, Сергей Медынский круто меняет свою биографию и приходит в только что созданное телевизионное объединение «Экран», чтобы быть еще ближе к реальному человеку. и как можно больше ездить по стране. Я думаю, он просто не мог не попасть на БАМ, чтобы попытаться передать обувиденным свои мысли и чувства. Это все по-русски значки. Я на БАМе четыре фильма сделал. У меня есть любимые мои герои. Это Коля Гаспаров, Татарин, Владимир Тарабукин, Якунт, Андрис Каспарис, Прибалт. Еврил Адамов, Борис Стезин, Толя Павлов из Якутсии, Михаил Зорин из Минска. Люди не знали никакие национальные роздии. Они делали одно общее дело. Они любили свою работу. Они гордились своей работой. И опять он искал и стремился показать реальных людей, а не монументы. Использовал специфику телевидения, отыскивая и укрупняя детали. Он делал производственный процесс живым. А сами герои о камере забывали. Меня волнует то, что вы зачищаете так это. А вы как? Ну и хорошо. Нет, так в чем дело? Почему вы же? Претензии иметь к этой зачистке? Вы же претензии иметь? А вот это что вдоль борта лежит? Зачищен? Вот, вот, вот. По левой, по правой стороне. Вот, вот. И вон дальше. Да нет, минуточку. Ну что, минуточку? Вон где вы работаете. Вам что? Где вы только сегодня встали туда. Ведь было порода там лежала. А ну вы берите сейчас. Через 5 минут не будет это все убрано, понимаете? Это же не мешает. Ну вот сейчас на борту как лежит порода, так она и лежит. Кто же ее убирать? Я буду что ли? Можно было выстроить кадр. Великолепный кадр. Но что-то происходит рядом. То есть я выстраиваю кадр на событии, а в это время происходит реакция. И эта реакция намного ценнее этого события. Класс, Алмаз. Все нормально. И побежал. В общем, счастливо. Мы обеспечили вам проход. Да. Теперь дела за вами. До свидания. Давай. Давай, счастливо. И подводи больше. Я когда-то хотел сделать фильм об обамовских полетах. Какие прекрасные люди там были. Вот вам, пожалуйста, нас прилетела дикая земля, не знавшая ни дыма, ни жилища. Промерзшее насквозь, как будто днище зимующего в бухте корабля. Пока дорогу эту строим, вбивая сваи в мерзлый наст, мы стоим все, чего мы стоим. Она оценивает нас. И понимаем понемногу сравнений громких нелюбя, пока мы делаем дорогу, мы с нею делаем себя. Такие искренние из ушей ручьи слова. Да, разве могут дети юга, где грозы блещут в декабре, где не разыщешь слово в юга, ни в памяти, ни в словаре. Да, разве там, где небо синее и не спиня. И бывает это всего только четыре недели, полярная ночь. Месяц. Тьфу, четыре месяца. Ну и вот. И люди делают. Ну, как на юге. Днем ходят в садик, на работу, а ночью. Люди с севера привыкают к необычному режиму жизни и работы. Ну, была конкретная тема. Величие человека в борьбе с севером. Ну, значит, я, ошалев от того, что я прибыл в город Норильск, естественно, друзей-то. Ну, и, будучи выпивши, упал. Повредил руку. Вот. Ушиб сильный был. Другой бы меня просто... Позвонил бы в Москву, прислал бы другого оператора. И все. Был бы абсолютно прав. Он сам за меня снимал. Дал возможность, чтобы у меня рука зажила. Но что мне сказал, это я вам повторить не могу, при всем желании. Ну, вот. Вот в этом весь Меденский. Великое его обаяние, потому что северяне такой народ достаточно жесткий. А к нему, по-моему, все потянулись. Таким и должен быть документалист. Если человек умеет к себе расположиться, ему же работать легче. Я видел, как он работает на сценарии, он что-то там рисовал, писал, все. Но на съемку он выходил, уже совершенно точно знал, что он хочет. И умел всегда очень доходчиво объяснить, что ему надо. Ну, работа, вообще-то, конечно, сложная. Я бы сказала, что у нас все женщины справляются отлично с этой работой. Добросовестные вот такие. Вот что касается культуры производства, на них больше можно положиться, чем на мужчин. Мужчины так общий фонд создадут, а женщина уже досконально все придет в порядок. Так, Маша, Маша, Маша. Александр Михайлович, нет, не Маша. Мне срочно требуют. Сейчас, мы с ней сейчас разберемся. Там у меня путевкладчик, моторка. Делаем сейчас 7 цепов. Вот эти два последних по 5 пакетов, да? Мы их ставим в голову, на них все остальные. Сзади пойдет три платформы, две накладки, одна против угона, два тепловичка. Все? Все. Вот так пойдем. Таким путем. Сегодня надо объяснять, что, снимая героя столь неформально, Сергей Евгеньевич преодолевал государственные табу. Это привело к конфликту с цензурой. Картина ключей от квартиры была положена на полку, но было еще одно препятствие. Отношение самого героя к телевизионщикам. А вот мерите вот. Она на 2 сантиметра длиннее. Да. Это хлопца называют применяем луч лазеря. Давай, давай, давай. Да. И вот каждой плиты разница в 2-3 сантиметрах. Вот вам, пожалуйста. Мы когда приехали снимать, он говорит, а я не буду сниматься. Я говорю, как? Мы же с вами же говорили. Все, злобин, злобин. Бригада даже на меня качиться начала. Не хочу, чтобы я был героем. Ну, а как же вот проектировщики? Представители завода приглашали по этим, всем этим недостаткам. Говорю, вот как же так? Ну, они объясняют, что у них формы, там понимают, устарелы, так далее, так далее. А как же, говорит, вы делаете? Я говорю, да хлопца применяют луч лазеря. Они вначале не понимают, что такое. Ну, очень просто, говорю. Подходят, берем кувалду, говорю, вот так вот. Он и выбирал героев, конечно, сказать, в какой-то степени себе подобных. А иначе как художник не может без этого. Он бросил лом, вышел на крупный план и оператор Лебедев такой, Эдик, великолепно снял. Это самое лучшее мое интервью. Ихнижий брак мы должны устранять. А как это сделать? А? Самоирония центрального персонажа была ошеломляющей новой. Вот и надо делать. Вот тут и трудозатраты, и все остальное. И такое же нарекание вот так идет. Вот это все строители. Вот это все они. Вот это они во всем виноваты. Вот так неприятно приходится слышать эти все разговоры. Ну, а что сделать? Коль мы такую себе профессию избрали, почетную и благородную, значит, надо отмечать. Надо отмечать. Амеденский нарушил еще одну табу. Подступился к теме экологической катастрофы. И что мы делаем? Я на Сикорку, когда приехал, первый раз, это была незронутая земля. А ведь в последний раз без стекла, бочки пустые. Здесь Меденский вплотную приблизился к полному авторству, став и оператором, и сценаристом картины. Это был кинематограф от первого лица и третья жизнь режиссера. Конечно, мы загубим все. Земля, вода, воздух. Все. Человек страшный, и животные. Правду. Правду есть только правду. Вот документалисты, наверное, этого и ждут. Что надо сделать, чтобы помириться с природой? Это был один из самых важных вопросов нового времени. Сергей Евгеньевич сам выстрадал эту тему. Доброму, внимательному отношению к тундре ко всему живому нужно учить с детства. Он выражал свою свою душу. Это было свойственно ему, и это было естественно. Человек принципиальный, он высказывает очень важные и смелые мысли. Задолго до многих так называемых революционеров, горлопанов, которые пришли и начали кричать об этом, но при этом мало что делать. И он как раз был человек, который смотрел в будущее и ясно анализировал жизнь, которая вокруг него происходит. Только самые близкие люди знали, сколь требовательный мастер к самому себе. Нравственное отношение к профессии он и передавал другим. Самое главное это нравственные критерии отбора. Что я буду делать, что я должна делать, как я это должна делать. В этом суть режиссерской профессии. Как смириться с тем, что мы отнимаем у будущих поколений реки, озера, покрытые цветами землю? Вот эти фразы меденского сценариста цензура очень хотела вырезать. Но Сергей Евгеньевич отстоял свое детище. Однако менее всего он был склонен этим гордиться. Надо было думать уже не о прошлом, а о будущем. Будущее зависит и от тебя. Потому что когда говорят, что ничего не зависит. Нет, это не так. Человек может очень многое сделать. А тем временем перестройка готовила новые испытания. Уровень правды все-таки повышался. И вместе с тем на какое-то время в документальном кино снова стала торжествовать однозначность. Только с обратным знаком. Меденскому было что сказать по этому поводу. студентам пожалуй я хотел передать чтобы они умели думать. Думать, думать, думать. Сейчас я книжку готовлю. Так будет называться. Снимать значит думать. Преподавать Сергей Евгеньевич стал относительно поздно. но говорил уже когда ему перевалило за 80 в 75 я думал какой же я старый. Теперь понимаю жизнь еще только начинается. традиционная съемка событийная но встреча была снята очень скажем так не совсем традиционно потому что оператор с камерой очень точно вычленил героя и он как-то вцепился в этого героя дальше он пошел за ним и когда герой стал встречаться он подхватил эмоции он подхватил это движение и камера стала очень эмоционально она пошла за героем она стала жить и дышать как герой это было настолько здорово и он обратил наше внимание на это я до сих пор запомнила камера должна жить так как живет герой критерий выбора студентов был неожиданным не только талант и индивидуальность но и знания отечественной поэзии которой документалистика отнюдь не чужда впрочем абитуриент это об этом не знали но они попадали в хорошие руки я его биографию посмотрел и говорю ванечка вы из рязани он да я вы считаете что вы получили отличная оценка все нормально но вот интересно узнаете ли вы стихотворение 15 лет кино в рязани топер застокую душой и на застопанном экране страдания женщины чужой погоня в западной пустыне палифорнийская гроза и погибавший героиня невероятные глаза но в детстве можно все на свете из-за гривен и в кино я мог как только могут дети из зала прыгнуть в полотно убить врага из пистолета догнать спасти прижать груди а счастье было рядом где-то там за экраном впереди когда теперь друг темном зале выживет твои глаза которых тайной печали не выдаст женской слеза как я хочу придумать средства чтобы счастье было впереди чтобы год на час вернуться в детство догнать спасти прижать груди он задумался и говорит знаете сергей я первый раз в жизни слышу из стихотворения но судя по всему это константин симонов ну вот такие студенты поступали отношение к человеку очень доброжелательное потому что каждому студенту он находил слово умел что сказать говорил всегда ободрял людей и всегда радовался успехом сергей евгеньевич шел от индивидуальности студента они от общих принципов это свойство быть авторами своих фильмов он выявлял и прививал своим воспитанникам она не сулила легких путей когда например там как-то ну сделано не очень хорошо работа но все равно человек явно не 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 беспособности и он все равно терпеливо работал продолжал с этими людьми которые в будущем потом раскрывались и снимали хорошие картины интересные картины и для меня вот учить учителю по жизни это человек который ну формирует человека который помогает ему состояться и я думаю что сергей евгеньевич помог мне состоится очень очень здорово очень сильно когда в одном из наших разговоров я спросил меденского что ему ближе в документальном кино хроникальность или искусство он мгновенно и убежденно ответил конечно искусство не студенты говорят а у меня как как так не интересует тогда сними и смотри сам а ты хочешь что у тебя и буду жить могу увеличить это вот роман лазович карман справа слева среди три объективы там для у него полностью вот здесь в руках уже ребята камеры 35 миллиметров хроникальные камеры название конус автомат вот эта камера с которой в общем создана практически вся послевоенная хроника нашей страны вот видите тут дурельно сегодня многие ученики меденского сами стали учителями они передают принципы своего мастера будущим оператором меня спрашивают как я отношусь к молодежи как то как она того заслуживает всем кому в жизни повезло встретить сергей евгеньевич так или иначе он на их судьбу повлиял если человек общаясь меденском не стал кинооператором ну такое тоже естественно было но то что он порядок со всяком стал это точно потому что ну меденская меденская все может объяснить двумя тремя словами просто просто ясно и точно и конкретно этот этот язык язык и вербальный язык язык письменный для оператора мне кажется это невозможно ну как то столько столько талантов он пишет сейчас книгу заканчивает и эта книга я уверен будет очень интересно например интересный вопрос как рассказать целую историю в одном кадре горькая победа радость со слезами на глазах одиночество видите здесь нет места авторскому эгоизму я так вижу что значит я так вижу а ты увидеть не не я так вижу а я так вижу меденский говорит завораживающе его слушаешь раскрыв рот так он написал свои книги о мастерстве оператора и фактически прожил еще одну жизнь воспоминаниях прием был такой матерый оператор вроде бы рассказывал байки из своей богатой событиями жизни о том как снимал кино а фактически учил видеть и чувствовать ребята иногда думают что они должны повторить достижение учителей ничего подобного они должны превзойти учителей тогда будет все я буду этим оператором это ощущение пришло благодаря сергей евгеньевичу потому что он видел в тебе не не просто ну какую-то безликую массу студенческую а видел себе человека я хочу быть врачом врачом работать в больнице я хочу быть летчиком я хочу быть не меня вот я хочу быть 13 странам строить Дама, кем ты хочешь быть? Я хочу быть агрономом, работать на дизайсовых полях. Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы он сделал тебе. Все. Вот в этом и заключается мудрость человеческая. А мы, как у Солженицына, нет, ты умри сегодня, а я завтра. Нет. А вот тот мой боец не думал так. Опять его каблук вижу. Он не о себе думал, он о нас, обо всех. Увидеть человека – это и есть не только операторская, но и жизненная кредо Сергея Медынского – писателя, педагога, сценариста, режиссера, оператора. Какой из его уроков выберут сегодняшние документалисты? Мне кажется, это будет один из важнейших его тезисов. Снимать – значит думать. Но надо кому-то и в кочегарке, наверное, работать. Не всем же. Работать на трассе, на дороге. Вот. Да я, собственно, и не жалею о том, что пошел вот и работаю здесь. Так, знаете, даже интереснее. Отсюда, собственно, БАМ по-своему очень виден. Да и есть как-то время, даже вот на работе есть время подумать, немножко поразмышлять. И пишется интересно. Одно стихотворение из этого маленького цикла, который называется «Плотник». «Похожий на великого Петра, мне этот плотник не дает покоя. Его лицо не общего покроя, глазища, будто угли из костра. И силища, и двухметровый рост. Но сходство суть не в том, в конечном счете. Да и не в том, как он красиво прост. Или как прост он красив в работе. Величие не в том, что двухметров. И вдруг пойму. Единственное сходство – то первородство. То первопроходство. Роднящее в России мастеров. Вы знаете, мне кажется, удалось показать людей такими, какими они были в жизни. И получилось снова. Общий план возьми. Хатюша, я приезжаю. Общий план возьми. Общий план возьми. Субтитры создавал DimaTorzok